Послание президента Федеральному собранию – главная тема январского заседания Карельского парламента. Выполнением положения ежегодного послания Владимира Путина занимается специальная рабочая группа. В этом году ее решили значительно расширить. Мы приняли сегодня решение, очень важное, на мой взгляд, о усилении этой рабочей группы специалистами экономического сектора, социального сектора и общественности. Пополнится группа тремя вице-премьерами правительства Карелии и председателями республиканских отделений Союза женщин и Российского детского фонда. Помогать политикам и общественникам будет представитель 14-й школы Петрозаводска. Одна из важных задач – создание условий для работы образовательных учреждений, в том числе и для кружков и секций. Где-то недостаточно музыкальных инструментов, где-то недостаточно в целом помещений и баз, для того, чтобы можно было развивать это направление. А если говорить сегодня о том, что важно достучаться до каждого отдаленного поселка и предоставить возможность каждой семье получить дополнительное образование, мы понимаем, что необходима крепкая материальная база. Обеспечить начальную школу горячим питанием в этом году пока не удастся, сообщил карельский уполномоченный по правам ребенка. Для начала депутатам нужно пообщаться с родителями и учителями, оценить состояние инфраструктуры на местах, наладить поставку продуктов питания и контроль за ними. Я не думаю, что Карелия сможет успеть во всех районах перейти на горячее питание в этом году. Я имею в виду в этом календарном году, в следующем учебном году. Полагаю, что нам потребуется, видимо, год. Первое заседание рабочей группы планируется провести уже в ближайшие дни. На нем все поставленные задачи обсудят более подробно. Данил Чиненов, Сергей Беляев, Служба новостей. Данил Чиненов, Сергей Беляев.